Ну, конечно, но она выходила, во-первых, первый вид, да, это всегда сложно. Она не выступала на предолюбийских играх, как тогда еще, она не являлась претендентом вообще, в принципе, как Ольга Капранова, которая здесь уже во второй раз выступает. И хочется ей тоже пожелать удачи, потому что девочкам, конечно, непросто. Они сейчас воюют и за страну, и между собой, фактически. Ольга Капранова, лидер после первого раунда соревнований, имеет превосходные шансы на этой самой первой строчке и закончить соревновательный день. Напоминаю, что сегодня лишь два вида из четырех. Такой неуловимый мститель нашей сборной команды России. Кому мстит-то? Эту музыку выбирала сама и очень спорила с Ириной Александровной и с Валерной Николайной Катальевной, которые предлагали ей другую музыку. Эту музыку выбирала сама и с Валерной Николайной Катальевной, Держи, держи, держи. В конце будет опять сложная связка очень. Ну-ну-ну-ну, поворот. Ну как тебе? Элемент на элементе, бросок на броске, просто по сложности вот. Ты так спрашиваешь, как будто я в первый раз это наблюдаю. Ой, дурно. Другое дело, что впервые я наблюдаю выступление Ольги Капрановой на Олимпийских играх. А ввиду бессмысленности разговора о каких-то там погрешностях, которых почти не было, да? Я все-таки про музыку. А что предлагалось взамен, не помнишь? Точно название композиции я не помню, но было сказано, что, ну, Олечка, там, ты, у тебя красивые линии, и потом эта скакалка, было бы интересно сделать скакалку медленной, красивой. А Оля сказала, нет, я вот хочу именно эту музыку, и вот буду работать под видео. Ей Ирина Александровна сказала, попробуй, если будет хорошо, почему нет? То есть она всегда прислушивается мне, не учинить. Получилось действительно хорошо. Все очень динамично, хотя у Ольги очень длинные ноги. Об этом не нужно говорить, это видно. И я при таких длинных ногах так прыгать. Напрыгала она в этом раунде соревнований на 18.350. Оценочка чуть ниже, чем в первом раунде, где она выступала с обручем.